Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Предлагаю заседание правительства открыть минутой молчания в связи со вчерашней трагедией Девушки отдыхают Присаживайтесь Открываем заседание правительства республики Саха-Якутия Светлана Ивановна, доложите о куруме Необходимый курум имеется Спасибо Уважаемые коллеги, есть ли предложение по повестке дня? Можно, да? Доброе утро, уважаемый Евгений Алексеевич, уважаемые коллеги, докладчик по 17 вопросу Лоскан Иван Петрович Прошу, принимается Со своей стороны хочу отклонить 12 вопрос в связи с выносом в формате неурегулированного замечания Еще продолжение замечания по повестке есть? Нет? Тогда в целом ставлю повестку на голосование Кто за? Спасибо Первый вопрос Первый вопрос в повестке дня о проекте стратегии социально-экономического развития республики Саха-Якутия На период до 2030 года с определением целевого видения до 2050 года Докладчик, первый заместитель председателя правительства республики Саха-Якутия, министр экономики республики Саха-Якутия, Алексей Александрович Стручков Добрый день, уважаемый Евгений Алексеевич, уважаемые коллеги На ваше рассмотрение представляется проект стратегии социально-экономического развития республики Саха-Якутия на период до 2030 года В октябре текущего года, как вы знаете, был принят закон республики Саха-Якутия о стратегическом планировании Который предусматривает принятие долгосрочной стратегии социально-экономического развития республики Саха-Якутия в форме отдельного закона республики В течение текущего года проектным офисом по разработке стратегии был разработан проект стратегии И с ноября месяца он был представлен на общественное обсуждение В ходе обсуждения приняло участие свыше до 2300 человек И в ходе общественного обсуждения поступило свыше тысячи замечаний и предложений В том числе более половины от муниципальных образований И я хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в организации общественных обсуждений Выезжал в УУСы и районы республики, общался с населением, а также всех участников обсуждений за конструктивные предложения В ходе доработки проекта стратегии мы рассмотрели все замечания Те вопросы, которые не относятся по методологии к формату стратегии Будут рассмотрены при разработке соответствующих документов стратегического планирования Это прежде всего план по реализации стратегии Проекты государственных программ республики Стратегии социально-экономического развития муниципальных образований И также муниципальные программы социально-экономического развития В целом дана позитивная оценка концентрации внимания всей стратегии на человеке Прежде всего на вопросах развития образования, здравоохранения, культуры, подготовки кадров, транспортной доступности, благоустройстве жилья Вопросам экологии, сохранению самобытности и идентичности народов республики По итогам обсуждений в проект стратегии включены разделы по созданию финансовой и инвестиционной инфраструктуры Завозу грузов, земельным отношениям, пожарной безопасности в населенных пунктах Противодействия чрезвычайным ситуациям, созданию промышленности и расширенный раздел по развитию здравоохранения Проработанные вопросы утилизации расходов, модернизации котельных, обеспечения питьевой водой Усиленный раздел по развитию Арктики, развитию агропромышленного комплекса, развитию малой авиации, энергетики и экологии А также хотел бы вас проинформировать, что в пятницу состоялась межрегиональная научно-практическая конференция В ходе которой также поступили экспертные заключения и предложения в проект стратегии В целом эксперты Центра стратегических разработок Московского государственного университета Российской Академии наук Положительно оценивают проект стратегии как целостный и хорошо проработанный документ С единой структурой стратегических целей, щеткой их взаимосвязью И также положительно оценивается акцент на уникальную природную среду Якутии Применение технологий во всех сферах движения деятельности, хороший анализ и оценку конкурентных преимуществ Проработанный инвестиционный блок и многое другое Хотел бы также отметить, что мы с вами завершаем только первый этап разработки стратегии На втором этапе в соответствии с федеральным законом о стратегическом планировании Российской Федерации Проект стратегии должен быть направлен на согласование в части полномочия Российской Федерации По предметам совместного введения с документами стратегического планирования Разрабатываемыми и утверждаемыми органами государственной власти Российской Федерации После одобрения проекта стратегии правительством республики Проект будет размещен в федеральной информационной системе стратегического планирования И наконец на третьем этапе после согласования с федеральными органами государственной власти Проект стратегии будет внесен главой республики Сахая Коти в государственное собрание Илтуман И в соответствии с планом разработки документов стратегического планирования Стратегия должна быть утверждена законом республики в срок до 1 января 2018 года Основными акцентами стратегии являются развитие человеческого капитала Пространственная организация территории, диверсификация экономики Развитие местного производства, создание новых инновационных и креативных отраслей Стратегия предопределяет качественные изменения социально-экономической политики Переход к новому этапу развития экономики В соответствии с проектом стратегии мы ожидаем рост волового регионального продукта республики К 2030 году в сопоставимых ценах к уровню 2015 года В 1,8 раза или в абсолютных показателях около 2,5 трлн рублей К 2050 году в 2,5 раза Индекс промышленного производства базовых отраслей увеличится в 2 раза Производительность труда в 1,5 раза В республике предстоит за счет быстрого роста ресурсной составляющей Создать базу для развития новой экономики полноценной местной промышленности Включая финансовые ресурсы, квалифицированный персонал, технологическую и организационную основу Основными результатами стратегии являются преодоление миграционного оттока Увеличение к 2030 году численности населения до 1,046 млн человек И повышение ожидаемой продолжительности жизни до 77 лет Прогнозируется снижение уровня безработицы до 8%, снижение общей безработицы до 5% И роста покупательской способности населения в 1,6 раза В системе здравоохранения будут реализованы проекты, нацеленные на приоритет профилактического направления Расширение применения высокотехнологичной медицины Комплексную инфраструктурную информатизацию отрасли Строительство важнейших объектов, что позволит поднять уровень удовлетворения медицинской помощи до 70% И на 90% покрыть потребность высокотехнологичной медицинской помощи А также снизить смертность до 7,5 промилле В сфере образования фокус будет направлен на создание открытой системы образования Которая обеспечивает потребности нового этапа экономики Это не только полное обеспечение всех детей детскими садами Обучение в одну смену и ликвидация к 2025 году всех ветких и аварийных школ Но и повышение индивидуализации процесса образования и выявления талантов Так мы планируем, что до 35% наших детей к 2030 году будут обучаться по индивидуальным программам И 50% учреждений будут обучать по программам для потребности новой экономики Со строительством мостов через реки Лена, Вилю и Алда Будет повышена доля населения, имеющего круглогодичную транспортную доступность С 12% до 91% к 2030 году Будет поддержано развитие малой авиации, водный транспорт, проекты электроснабжения Повысятся объемы строительства жилья Доля благоустроенного жилья в сельской местности планируется увеличить до 70% И около 100 новых населенных пунктов будет газифицирован Каркас пространственного развития, который связывает основные опорные точки экономики Представлен на указанном слайде и будет реализован курс на диверсификацию специализации существующих точек роста И также в зоне Арктики будет сформирована северо-якутская опорная зона с центром в поселке Тикси При этом основой экономики останутся базовые добывающие производства С появлением новых видов добычи, новых видов полезных ископаемых Серебра, сюрьмы, полиметаллов, редкоземельных металлов, восстановление оловодобычи Упор будет сделан на производство, которое генерирует высокую добавленную стоимость И локализующий процесс переработки на территории республики нефти и газопереработка Формирование металлургического центра, а также алмазо-бриллиантовый кластер К одним из приоритетных направлений стратегии относится развитие местных производств Их доля в воловом региональном продукте планируется увеличить с 2,9% до 8,02% к 2030 году Ориентиры на расширение местного производства позволят создать порядка 50 тысяч новых рабочих мест Из которых 25 тысяч мест будет занято в местной промышленности Будет реализован потенциал инновационного роста во всех сферах жизни В первую очередь через технологические платформы, внедрение ресурсосберегающих технологий Технологии промышленной безопасности, мерзлотоведения, креативные индустрии и развитие IT-сферы Уровень инновационной активности должен вырасти почти в 8 раз и составит порядка 65% Количество поддержанных стартапов также вырастет в 4 раза с 84 до 375 к 2030 году Сохранение баланса между промышленным развитием и экологически чистой природой Это отдельное приоритетное направление стратегии Будет реализован курс на формирование так называемой зеленой экономики Что связано с возрастанием ценностей чистой природы, глобальными тенденциями изменения климата Доля площади зубоохраняемых природных территорий и национальных парков составит к 2030 году Более третьей общей площади территории нашей республики Реализация стратегии предполагает формирование адекватной и гибкой системы управления Инвестиционные стратегии и стратегии развития малого и среднего предпринимательства Будут реализованы через совершенствование инфраструктуры инвестиционной и предпринимательской деятельности Создание благоприятного климата с самыми простыми и понятными условиями бизнеса в России Стратегия предусматривает софинансирование проектов за счет средств федерального бюджета В рамках реализации приоритетных проектов и федеральных целевых программ А также за счет внебюджетных источников с использованием механизмов государственно-частного партнерства Суммарный объем инвестиций в основной капитал за период с 2017 по 2030 годы Мы оцениваем более чем 6 трлн рублей или 29% объема валового регионального продукта Общий объем налоговых доходов консолидированного бюджета за этот же период По целевому варианту прогнозируется в размере не менее 2,5 трлн рублей Что составит порядка 12% от суммарного объема ВРП Меры стимулирования, принятые как федеральным, так и республиканскими законодательствами Для участников региональных инвестиционных проектов и резидентов территории опережающего развития На первых этапах реализации стратегии положительно отразятся на динамике налоговых поступлений В консолидированный бюджет республики в период после 2026 года Для обеспечения реализации стратегии за счет собственных финансовых ресурсов Повышение уровня самообеспеченности государственного бюджета будут внесены предложения Также и федеральные органы государственной власти, правительство Российской Федерации По изменению распределения налоговых и неналоговых доходов между федеральным бюджетом и бюджетами регионов Реализация мероприятий стратегии будет осуществляться в рамках государственных программ республики Перечень которых в соответствии с законодательством о стратегическом планировании Будет определяться в плане мероприятий по реализации стратегии И утверждаться соответствующим указом главы республики Сахая-Якути Структура бюджетных расходов будет трансформирована и также ориентирована на достижение стратегических целей и задач Перечень целей, задач и индикатор государственных программ будут полностью соответствовать соответствующим показателям стратегии. При этом наиболее капиталоемкими будут являться государственные программы, связанные с развитием социальной, инженерной, энергетической и транспортной инфраструктуры, а также с жилищным строительством. Предварительный объем дополнительных финансовых ресурсов на реализацию данных направлений стратегии мы оцениваем в сумму примерно 2,4 триллиона рублей. За счет бюджетных средств ориентировочная ресурсная потребность при этом составляет в среднем 92 миллиарда рублей в год. Стратегия будет реализовываться на принципах проектного управления, постоянной переоценки рисков и ресурсов. Уважаемые коллеги, учитывая, что в процессе согласования с федеральными органами исполнительной власти в проект стратегии будут носиться изменения и дополнения, сам проект стратегии будет внесен на рассмотрение Государственного собрания Илтуман Республики Сахай-Якутия во втором полугодии текущего года и, соответственно, есть еще возможность дорабатывать проект. Прошу поддержать и одобрить проект стратегии для направления его на согласование федеральные органы исполнительной власти. Хотел бы также отметить, что представленный проект стратегии согласован со всеми органами исполнительной власти Республики. Все замечания, поступившие в ходе согласования, учтены в проекте стратегии. Поэтому, уважаемые коллеги, прошу поддержать представленный проект стратегии. Если есть вопросы, то я готов ответить. Спасибо. Алексей Александрович, с учетом того, что Вы, собственно, сказали о том, что у нас есть еще время переосмыслить, коллеги в рабочем порядке озвучивали свой ряд предложений, которые, соответственно, считали бы уместным вынести опять на рассмотрение с точки зрения внесения уточнений в разработанный нами с Вами проект стратегии. Я думаю, так как время у нас есть, собственно, то эти вопросы мы в рабочем порядке в дальнейшем урегулируем. Да, просто, Дмитрий Алексеевич, мы, если сегодня правительство Республики одобрит проект стратегии, то мы его следующим этапом направляем в федеральные органы власти. Я думаю, что все коллеги, они будут активно участвовать в рассмотрении проекта стратегии отраслевыми федеральными органами власти и, соответственно, защиту своих показателей. Я думаю, что в ходе вот этого рассмотрения и согласования мы можем внести коррективы вот в те показатели, которые мы здесь представим. Спасибо, присаживайтесь. Галина Ивановна, у нас есть замечания по проекту постановления? Нет, наши все замечания учтены. Спасибо. Евгений Алексеевич, мы все внимательнейшим образом рассмотрели на заседаниях коллегий каждого министерства, поэтому просим поддержать. Хорошо. Выношу тогда на голосование вопрос об утверждении стратегии социально-экономического развития Республики Саха-Якутия на период до 2030 года. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Против? Воздержался? Спасибо. Следующий вопрос о мерах о реализации закона Республики Саха-Якутия о государственном бюджете Республики Саха-Якутия на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы. Докладчик – министр финансов Республики Саха-Якутия Жендоров Валерий Алексеевич. Добрый день, уважаемый Евгений Алексеевич, уважаемые члены правительства. Настоящий проект вносится в целях реализации закона о государственном бюджете Республики Саха-Якутия на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов. И состоит из постановляющей части и приложения. Проект постановления предусматривает как общее поручение для всех органов исполнительной власти, являющихся главными администраторами бюджетных средств, поручение отдельным министерствам и ведомствам по вопросам, связанным с реализацией закона о государственном бюджете, так и рекомендации органов местного управления муниципальных образований Республики. 20 декабря принят закон Республики Саха-Якутия о государственном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов, в соответствии с которым общий объем доходов на 2017 год равен 165,7 миллиарда рублей, общий объем расходов 169,9 миллиарда рублей, вследствие чего дефицит составил 4,2 миллиарда рублей, что накладывает на органы исполнительной власти дополнительную ответственность за эффективное и своевременное его исполнение. Стоит учесть, что Республика ограничена в уровне дефицита и привлечении дополнительных источников его финансирования в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетных кредитов из федерального бюджета. Существенное влияние на оформление параметров оказало также объем дотации на уровне бюджетной обеспеченности субъектов Федерации, уменьшение размера которой обусловлено увеличением индекса налогового потенциала Республики, а также с применением новых подходов к распределению, в том числе и путем определения минимального объема расходных обязательств субъекта Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством. При этом в соответствии с пунктом 10 ст. 131 бюджетного кодекса Республики, дотации будут предоставляться субъектам России с установлением условий их предоставления и использования на основании заключенного соглашением с Министерством финансов Российской Федерации. То, что у нас является новшеством при исполнении 2017 года и последующих периодов. Данное постановление принимается ежегодно, поэтому остановлюсь только лишь на отдельных моментах, отражающих особенности исполнения бюджета следующего года. В целях повышения эффективности бюджетных средств проекта в постановлении подусматривается положение о возврате в государственный бюджет неиспользованных остатков по субсидиям, а также возврата средств и в объеме остатков субсидий, предоставленных государственным бюджетным и автономным учреждениям Республики на финансовое обеспечение и выполнение государственных заданий, образовавшихся в связи с недостижением установленных показателей, характеризующих объем государственных услуг работ. Данная мера будет стимулировать учреждения выполнять показатели результативности, установленной государственным заданием, в ином случае средства будут возвращены в доход государственного бюджета. Необходимо отметить, что в следующем году, согласно пункту 22 проекта постановления правительства ЦФ о мерах по реализации федерального закона в федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов, не использованы на 1 января 2017 года остатки межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, представление которых осуществляется в 2016 году, подлежат направлению на увеличение бюджетных осигнований резервного фонда правительства Российской Федерации на финансовое обеспечение непредвиденных расходов. Это то, что касается средств субсидий с федерального бюджета. То есть в будущем году право на использование остатков целевых средств для направления их на те же цели в 2017 году даже при наличии потребностей не предусмотрено. На основании пункта 18 проекта постановления правительства Федерации о мерах парализации федерального закона федерального бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, которым установлена норма о необходимости заключения главными распорядителями средств федерального бюджета с высшими исполнительными органами государственной власти в соответствии с субъектами федерации соглашений о предоставлении субсидий не позднее 1 марта 2017 года. В соответствии с этим проект также дополняется пунктом в адрес исполнительных органов государственной власти Республики Сахар-Якутия об обеспечении заключения с федеральными органами исполнительной власти соглашений о предоставлении субсидий с федеральным бюджетом в соответствии с перечнем приоритетных направлений, по которым осуществляется софинансирование расходных обязательств субъектов с федерацией и муниципальных образований за счет средств федерального бюджета на 2017 год. В свою очередь в целях соблюдения финансовой дисциплины и своевременности предлагается сократить сроки в части распределения средств государственного бюджета между местными бюджетами Республики Сахар-Якутия в 2017 году. Так, в случае отсутствия на 1 апреля финансового года акта, устанавливающего распределение средств государственного бюджета между местными бюджетами Республики Саха-Якутия на предоставление субсидий, бюджетное сигнование государственного бюджета на предоставление субсидий подлежат пересподелению на исполнение иных бюджетных обязательств, за исключением случаев, установленных законом Республики Саха-Якутия о государственном бюджете на соответствующий финансовый год или отдельными решениями главы Республики Саха-Якутия или правительства Республики Саха-Якутия. В целях упорядочения и усиления контроля за предоставлением бюджетных средств для ряда министерств вводится норма о необходимости предусмотреть в соглашениях и порядках при предоставлении из бюджета Республики определенных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, имеющих целевое назначение условия о централизации закупок и обучлении таких закупок через Государственный комитет Республики Сахай-Якутия по регулированию контрактной системы. На слайде видно, к каким закупкам относится данный порядок. Это на строительство капитальной ремонт зданий и сооружений, общего испанское движение добрых дел Маякутия в 21 веке, представление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переселение граждан из ветхо-аварийных средств жилищного фонда, на софинансирование проектированных средств в части автомобильных дорог, на софинансирование капитальной ремонта и ремонта автомобилей общего пользования и реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку сельской местности. В соответствии с постановлением правительства Федерации номер 887 от 6 сентября 2016 года, в целях повышения эффективности использования средств главного распределения бюджетных средств проектам предусматривается норма о необходимости приведения при первом внесении изменений, но не позднее 1 июня 2017 года, нормативных правых актов, устанавливающих порядки предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам произведения товаров, работы, услуг в соответствии с утвержденными требованиями постановления правительства Федерации. Так, в первую очередь будут внесены изменения в порядок предоставления из государственного бюджета Республики Исаха-Якутия указанных субсидий, которые были утверждены ранее постановлением правительства Республики Исаха-Якутия до 20 августа 2014 года номер 261. Изменением будут регламентированы и дополнены общие условия и порядок предоставления субсидий в зависимости от механизма предоставления. Либо на финансовое обеспечение затрат в связи с производством реализации товаров, выполнением работы, оказанием услуг, либо на возмещение недополученных доходов или возмещение затрат в связи с производством реализации товаров, выполнением работы, оказанием услуг, без требования последующего подтверждения использования полученных средств получателями субсидий. Помимо вышеуказанного введены пункты о внесении изменений в планы мероприятий, дорожные карты в отраслях социальной сферы и в соответствии с соглашениями, заключенных с федеральными органами спинкновенной власти в соответствии с рекомендацией Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Об определении в порядках соглашениях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. Одним из условий предоставления субсидий, выполнение государственного задания, наказание государственных услуг и выполнение работ только в случаях, если одним из условий определенных порядков предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Сахаякова является выполнение государственного задания. Оба – проведение отбора отдельных видов товаров, работы, услуг для формирования перечня отдельных видов товаров, работы, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства, в том числе и характеристики качества, и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ и услуг. Приложением к постановлению устанавливаются сроки по разработке исполнительными органами власти Республики Сахая-Кутия и принятию нормативных правах актов главы Республики Сахая-Кутия и правительства Республики Сахая-Кутия, необходимых для реализации о государственном бюджете, в том числе по утверждению порядков предоставления межбюджетных трансфертов, а также субсидий юридическим лицам и некоммерческим организациям. Настоящий проект был рассмотрен на двух согласительных совещаниях по представленным замечаниям и предложениям. Согласован со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами, Управлением Министерства юстиции РФ по Республике Сахая-Кутия, Прокуратуре Республики Сахая-Кутия. Все замечания и предложения учтены или сняты на согласительных совещаниях. Просим поддержать принятие представленного проекта постановления. Коллеги, будут ли вопросы по докладу? Да, Семен Викторович. Уважаемый Валерий Алексеевич, у нас в соответствии с федеральным законодательством 15% акцизов на нефтепродукты зачисляется в местные бюджеты на формирование муниципальных дорожных фондов. Но, к сожалению, многие муниципальные образования направляют не на цели дорожной деятельности, а на другие нужды. Как определить механизм контроля по этому направлению? На сегодняшний день мы считаем, что более 400 миллионов рублей направляется неэффективно. В законе о государственном бюджете представлено в форме приложения распределение этих 15% по всем муниципальным образованиям. Я думаю, что тут два ведомства могут вести свой контроль. Это контроль и со стороны в планах Департамента бюджетно-финансового контроля, Министерства финансового. Мы тогда во всех планах следующего года усилим направление по расходованию средств, поступающих в муниципальные дорожные фонды. Если у вас есть уже имеющиеся факты, направление вы можете направить, и тогда целевым образом мы проведем проверки расходования этих целевых средств. Коллеги, еще вопросы будут, Валерий Алексеевич? Нет, спасибо. Галина Ивановна, у нас по проекту постановления есть вопросы? Нет, все замечания учтены. Хорошо. Тогда ставлю вопрос на голосование об утверждении принятия постановления о мерах по реализации закона Республики Саха-Якутия, о государственном бюджете Республики Саха-Якутия на 2017 год и на плановом периоде 2018-2019 года. Кто за данное предложение? Прошу проголосовать. Кто против? Воздержался? Спасибо. Следующий вопрос. Повестки об утверждении программы правительства Республики Саха-Якутия по повышению эффективности управления региональными финансами на 2017-2019 годы. Докладчик Жандорф Валерий Алексеевич. Настоящий проект постановлено разработан во исполнении бюджетного послания главы Республики Саха-Якутия и Граф Наши Борисова к Государственному собранию Лутумена 24 ноября 2016 года, а также в соответствии с федеральной программой повышения эффективности управления общественными государственными и муниципальными финансами на период до 2018 года и докладом Министерства финансов России об основных направлениях повышения эффективности бюджетных расходов в субъектах Российской Федерации и постановлением правительства Российской Федерации об утверждении государственной программы Российской Федерации развития федеративных отношений и создания условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами. Программа правительства Республики Сахай-Укаде по повышению эффективности управления региональными финансами на 2017-2019 годы является составной частью государственной программы Республики Сахай-Укаде управления государственным финансами и государственным долгом. Программа является системой мер и мероприятий по реформированию и информатизации бюджетного процесса, которые реализуются Министерством финансов в соответствии с федеральными нормативными актами и методическими рекомендациями, приказами Министерства финансов Российской Федерации. В программе учатся последние тенденции и изменения бюджетного законодательства, в том числе по работе с федеральной системой электронный бюджет, формированию сводной консолидированной отчетности, отшлению новых полномочий по контролю в сфере закупок, внедрению новых форм бюджетирования, совершенствованию программно-целевых методов бюджетного планирования, открытости бюджетного процесса и финансовой грамотности. Основной целью программы является создание условий для эффективного и ответственного управления общественными финансами и повышения устойчивости консолидированных бюджетов Республики Сахай-Акутин на 2017-2019 годы. В предыдущий период, с 2011 по 2016 год, развитие бюджетной системы осуществлялось в рамках предыдущих программ правительства Республики по повышению эффективности бюджетных расходов. Реализация указанных программ обеспечила переход на программно-целевые методы планирования государственного бюджета, была осуществлена полномасштабная реформа бюджетных учреждений, информатизация бюджетного процесса была поднята на качество новый уровень. В то же время, в условиях проведения реформ была достигнута полная сбалансированность и устойчивость государственного бюджета Республики Сахай-Акутин и обеспечено безусловное исполнение принятых обязательств, а также реализована консервативная политика в области государственных заимствований. Итогом проведенной работы является присвоение в 2016 году Республики Сахай-Акутин первой степени качества управления региональными финансами. Система управления региональными финансами должна постоянно адаптироваться к изменениям, инициированные на федеральном уровне, и учитывать лучшую практику других субъектов Республики Сахай-Акутин. Как на региональном, так и на муниципальном уровне. Продолжение консолидации субсидий муниципальным образованием, повышение качества планирования государственных закупок, прозрачности и открытости бюджетной политики в своем связи с повышением финансовой и бюджетной грамотности населения и внедрения новых форм бюджетирования. Разработка и утверждение новой программы не только обеспечит повышение бюджетной устойчивости региона, но, кроме того, создаст условия для потенциального вывода Республики на ведущие позиции в рейтинге оценки результатов, достигнутых субъектами Федерации в сфере повышения качества управления региональными финансами, ежегодно проводимым мониторингом Министерством финансов Российской Федерации. Содержание документов федерального уровня в сфере бюджетной политики позволяет видеть ключевые тенденции в совершенствовании управления общественными финансами. Это формирование доходов бюджетной системы, осуществление расходов бюджетной системы, операционная эффективность и контроль, сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, открытость и прозрачность общественных финансов. Исходя из этого, определены следующие задачи, которые будут решены в рамках реализации программы. Первое – это продолжение совершенствования программно-целевых методов управления бюджетным процессом с учетом государственных программ, формирование условий для обеспечения долгосрочной устойчивости и сбалансированности государственного бюджета и местных бюджетов, повышение эффективности управления доходами публично-правовых образований, оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов, повышение операционной эффективности деятельности органов и самоластей и государственных муниципальных учреждений. В разделе предусмотрены мероприятия по подключению к информационной системе, электронный бюджет, федеральной системе, мониторингу финансового менеджмента главных распределителей бюджетных средств и информатизации бюджетного процесса. Шестое – повышение эффективности межбюджетных отношений, создание условий для развития внутреннего государственного муниципального финансового контроля, контроля в сфере закупок, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. Кроме того, предполагается продолжить централизацию бюджетного бухгалтерского учёта, формирование единой системы закупок и торгов республики и создание условий по повышению эффективности бюджетных расходов. Десятое – обеспечение открытости и прозрачности управления общественными финансами, повышение финансовой и бюджетной грамотности населения, развитие механизма инициативного бюджетирования, повышение квалификации органов государственных властей и муниципальных образований. Следует отметить, что данная программа, разработанная в соответствии с федеральными требованиями, предъявляемая к региональным программам по повышению эффективности управления оригинальной финансовой, будет направлена в Министерство финансов Российской Федерации для прохождения конкурсного отбора между субъектами Российской Федерации. Финансирование мероприятий программы будет ошляться за счёт средств государственного бюджета, предусмотренных в государственной программе управления государственными финансами и государственным долгом. На реализацию мероприятий программы в 2017 году предусмотрено бюджетное сигналование в объеме 125 миллионов рублей и по 100 миллионов на 2018 и 2019 годы соответственно. Средства предусмотрены на основные мероприятия, в том числе на мероприятие по централизации бухгалтерского учета и отчетности, на содержание и развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом, на развитие и содержание информационной системы в сфере закупок для обеспечения Республики Сахар-Якутия, на методологическую поддержку муниципальных образований, на развитие механизмов инициативного бюджетирования, повышение финансов и бюджетной грамотности населения Республики, открытости бюджетного процесса. Стимулирование органов государственной власти, достигших наилучших показателей эффективности. Данный проект постановления был согласован со всеми министерствами и ведомствами. Замечания учтены. Прошу поддержать принятие данного постановления. Коллеги, будут ли вопросы по докладу? Нет. Галина Ивановна, есть ли замечания по проекту постановления? Замечания все сняты, все хорошо. Хорошо. Спасибо, Валерий Алексеевич. Ставлю на голосование о принятии постановления об утверждении программ правительства Республики Сахар-Якутия по повышению эффективности управления региональными финансами на 2017-2019 годы. Кто за данное предложение? Прошу проголосовать. Против? Воздержался? Спасибо. Перед тем, как я объявлю следующий вопрос, хотел бы проговорить по регламенту. Коллеги, с учётом того, что все вопросы были ранее вами рассмотрены, я прошу, соответственно, придерживаться регламента 5, максимум 7 минут по докладу в связи, собственно, с ограниченным временем проведения данного заседания. Нет возражений? Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос о внесении изменений в постановление правительства Республики Сахар-Якутия 26 июня 2014 года в утверждении перечня дополнительных технических средств реабилитации предоставляемых инвалиду. Докладчик Александр Николаевич Дружини. Уважаемый Евгений Алексеевич, уважаемые члены правительства, представленный проект постановления разработан в целях уточнения перечня дополнительных технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями и повышения эффективности их использования. Следует отметить, что данный перечень ежегодно корректируется. Изменения в перечень планируется внести с учетом предложений всех заинтересованных ведомств, общественных организаций, инвалидов, в том числе Всероссийское общество глухих, Всероссийское общество инвалидов, Всероссийское общество слепых. В результате анализа мы выявили не востребовывать отдельных дополнительных технических средств реабилитации. Мы включаем отдельные перечни технических средств реабилитации, были включены в перечень федеральных технических средств. И также по отдельным наименованиям технических средств реабилитации Главное бюро медико-социальной экспертизы по республике внесены показания по обеспечению, а также дополнены графой противопоказания к обеспечению. Из перечня исключаются 8 наименований, 2 корректируются, в сумме у нас получается 18 перечней. И в соответствии с регламентом, процедура согласования проектов соблюдена, замечания были учителями. Прошу принять данный проект постановления. Уважаемые коллеги, есть вопросы по докладу? Нет. Галина Ивановна, есть замечания по проекту постановления? Нет. Нет. Тогда ставлю вопрос на голосование о принятии постановления о внесении изменений в постановление правительства Республики Саха-Якутия об утверждении перечня дополнительных технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду. Кто заданное предложение, прошу проголосовать. Кто против, воздержался. Алексей Засимович, Ваши позиции принято. Следующий вопрос об утверждении на 2017 год коэффициента индексации и размеров отдельных видов социальных выплат, осуществляемых за счёт государственного бюджета Республики Саха-Якутия. Докладчик Александр Николаевич. Уважаемые коллеги, настоящим проектом предлагается утвердить с 1 января 2017 года коэффициенты индексации и размеры отдельных видов социальных выплат, которые в соответствии с действующим законодательством подлежат ежегодной индексации. Это ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ЕДВ ветеранам тыла, ЕДВ жертвам политических репрессий, ЕДВ гражданам, потерявшим одного из родителей в период Великой Отечественной войны 1941-1945 года, Ежемесячные пожизненные выплаты пенсиям и инвалидам по зрению, социальные пособия, дополнительные социальные выплаты, ежемесячные пособия на ребёнка гражданам имеющих детей, компенсационные выплаты семьям имеющим детей на приобретение комплекта школьной, спортивной, другой детской, подростковой одежды, компенсационные выплаты молодым семьям при рождении первого ребенка, ЕДВ для приобретения транспортного средства многодетным приемным семьям, имеющим 10 и более несовершеннолетних детей. Также данным постановлением утверждаются размеры с 1 января, суммы социальной услуги по лекарственному обеспечению для ветеранов тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшим от политических репрессий, а также утверждаются размеры стоимости единого социального проездного билета отдельной категории граждан. В соответствии с прогнозом социально-экономического развития по республике Саха-Якутия по варианту на 1 индекс индексации составляет 104,9%. Таким образом, в проекте применен коэффициент индексации 1,049 и произведен расчет размер выплат с учетом коэффициента индексации. Принятие проекта постановления не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета на 2017 год. Все средства в полном объеме предусмотрены в рамках госпрограммы соцподдержка граждан в размере 2,913,000,000 рублей, в том числе и на индексацию 167,481,000 рублей. Проект прошел всю процедуру согласования. Прошу поддержать принятие проекта. Коллеги, есть вопросы по докладу? Нет. Галина Ивановна, есть замечания по проекте постановления? Нет, замечаний нет. Хорошо. Спасибо, Александр Николаевич. Ставлю вопрос на голосование об утверждении постановления об утверждении на 2017 год коэффициента индексации размеров отдельных видов социальных выплат, осуществляемых за счет государственного бюджета Республики Саха-Якутия. Кто за данное продолжение? Прошу проголосовать. Кто против? Воздержался. Следующий вопрос. О внесении изменений в инвестиционную программу Республики Саха-Якутия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов утверждены постановления правительства Республики Саха-Якутия за номером 434. Докладчик Стручков Алексей Александрович. Прошу вас. Уважаемый Евгений Алексеевич, уважаемые коллеги, представленный проект постановления разработан в соответствии с порядком формирования и реализации инвестиционной программы Республики Саха-Якутия в целях приведения программы в соответствии с показателями закона Республики Саха-Якутия о государственном бюджете Республики Саха-Якутия на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. При рассмотрении проекта бюджета во втором чтении по инвестиционной программе Республики в целом поступило 128 поправок, из которых было принято 24 предложения на общую сумму 885 миллионов 999 тысяч рублей. Кроме того, проектом учтены поправки правительства Республики для обеспечения софинансирования федеральных целевых программ за счет перераспределения экономии по мероприятию переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, а также за счет увеличения средств от использования ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Республики. В целом, по результатам проведенной работы по уточнению параметров утвержденной инвестиционной программы Республики изменения составили 3 миллиарда 87 миллионов 24 тысячи рублей, в том числе за счет перераспределения 2 миллиарда 20 миллионов рублей, за счет замечаний Министерства ведомств на общую сумму 776 миллионов 208 тысяч рублей, уточнили дополнительные средства государственного бюджета в сумме 1 миллиард 366 миллионов 551 тысячи рублей и дополнительные средства государственного бюджета в сумме 1 миллиард 93 миллиона 278 миллионов рублей. Также учтены изменения по перемещению с текущих расходов государственного бюджета на инвестиционные цели в общей сумме 60 миллионов 608 тысяч рублей, уточнен план поступления средств федерального бюджета по федеральным целевым программам на общую сумму 566 миллионов 588 тысяч рублей. Таким образом, общий объем инвестиционной программы Республики Сахай-Акутия на 2017 год составит 15 миллиардов 365 миллионов 754 тысячи рублей, в том числе за счет средств государственного бюджета Республики Сахай-Акутия 14 миллиардов 512 миллионов 701 тысячи рублей. В целом реализация представленной инвестиционной программы на 2017 год будет введено 71 объект, включая 11 общеобразовательных школ, 29 детских садов, 1 объект среднепрофессионального образования, 12 объектов культуры, 1 объект здравоохранения и 4 объекта спорта. Значит, если говорить о параметрах на 2018-2017 год, то в целом по результатам проведенной работы общий объем средств инвестиционной программы на 2017 и плановый период 2018-2019 годов составит 26 миллиардов 604 миллиона 700 тысяч рублей, в том числе за счет средств государственного бюджета 25 миллиардов 286 миллионов 244 рубля и за счет средств федерального бюджета 1 миллиард 318 миллионов 456 тысяч рублей. Представленный проект постановления согласован со всеми министерствами и ведомствами. Прошу, уважаемые коллеги, поддержать представленный проект. Спасибо. Коллеги, вопросы по докладу есть? Нет. Галина Ивановна, есть замечания по проекту? Замечания учтены. Спасибо. Тогда ставлю вопрос на голосование об утверждении постановления по внесению изменений в инвестиционную программу Республики Саха-Якутия на 2017 год и на плановый период 2018-2019 года. Кто за данное предложение? Прошу проголосовать. Кто против, воздержался? Спасибо. Следующий вопрос об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов Республики Саха-Якутия. Докладчик Стручков Алексей Александрович. Уважаемый Евгений Алексеевич, уважаемые коллеги, постановлением правительства Российской Федерации от 9 апреля текущего года утверждена новая методика расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и также признаны утратившими силу ранее действующие правила установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, которые были установлены постановлением правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 года. Таким образом, нам необходимо признать утратившим силу постановление правительства Республики Саха-Якутия от 10 октября 2011 года и утвердить нормативы минимальной обеспеченности населения площадь торговых объектов в соответствии с действующей методикой. Достижение нормативов минимальной обеспеченности населения площадь торговых объектов является основным критерием оценки доступности продовольственных и непродовольственных товаров для населения и удовлетворения спроса на такие товары целью развития торговой деятельности и инструментом оценки уровня её развития. Эти нормативы устанавливают минимально допустимое количество торговых объектов, то есть определяют нижние пороги обеспеченности населения услугами торговли. При этом востребованность и необходимость торговых объектов любого формата определяется исключительно готовностью бизнеса к созданию новых объектов. Превышение установленных минимальных нормативов является одной из задач исполнительных органов государственной власти Республики и органов местного самоуправления. Норматив минимальной обеспеченности населения площадь торговых объектов местного значения, минимальной обеспеченности населения площадью нестационарных торговых объектов и норматив минимальной обеспеченности населения площадь торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках ранее не рассчитывался, Их утверждение обусловлено необходимостью развития многоформатной инфраструктуры рыночной торговли и повышения доступности услуг торговли для населения. Норматив рассчитан для каждого муниципального района и городского округа республики, а также в целом по республике Саха-Якутия. И также при расчете норматива использован базовый показатель минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов равный 202 квадратным метрам на 1000 человек населения. И также коэффициент региональной коррекции, при расчете которой учтены такие основные показатели, как расходы населения на покупку товаров в республике Саха-Якутия, стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг по республике, и также объем всех продовольственных товаров, реализованных населением в границах муниципального образования и численности населения. При расчете норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов местного значения определено минимальное количество торговых объектов, которые должны быть расположены на территории каждого поселения и городского округа. Количество магазинов шаговой доступности рассчитано на основании документов территориального планирования, исходя из площади населенного пункта, а также численности постоянно проживающего населения. Расчет нормативов минимальной обеспеченности населения республики площадью нестационарных торговых объектов и норматива минимальной обеспеченности населения республики площадью торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках, основан на утвержденных базовых показателях и данных по обеспеченности населения республики площадью стационарных торговых объектов. Предполагается, что утвержденные нормативы минимальной обеспеченности площадью торговых объектов будут учитываться органами местного самоуправления при градостроительном проектировании, разработке мероприятий, направленных на развитие торговой деятельности и разработке и утверждении муниципальных программ развития торговли. Проект согласован в установленном порядке со всеми министерствами и ведомствами, и все поступившие в ходе согласования замечания и предложения учтены. Благодарю за внимание. Если есть вопросы, я готов ответить. Спасибо. Коллеги, есть ли вопросы по докладу? Нет. Галина Ивановна, есть ли замечания по проекту постановления? Замечания учтены. Спасибо, Алексей Александрович. Ставлю вопрос на голосование об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в Республике Саха-Якутия. Кто за данное предложение? Прошу проголосовать. Кто против? Воздержался. Следующий вопрос. Продолжение следует.